где крышку за крышка у меня нет крышки и все да так все просто так все просто или что там у нас там вроде этого все шут давай я могу 32 раз привет друзья мы на канале один of один я анатолич и сегодня вместе с вами мы приготовим кускус с овощами и куриными кусочками анатолича дешев привет миш привет шеф где-то пропала не знаю вот приходится самому здесь колдовать где-то путешествует но я думаю скоро вернется и покажет что-то вам крутое ты вообще кускус любишь сейчас попробую это будет скорее всего уже но ты пришел с работы в течение 15 минут потому что сам кускус очень быстро готовится я вам сейчас покажу как кускус приготовить за 8 9 минут даже не 10 для моего рецепта мне понадобится кускус любые овощи которые у вас есть я на данный момент буду использовать перец кабачок свежим мороженый горошек можете заменить брокколи или цветной капустой куриное филе и бекон добавим еще чуть-чуть сливочного масла и соевое соус туда ну то потом уже вам покажем ну что погнали друзья мы будем готовить на одну порцию под нашим видео в описании вы найдете полностью наш рецепт с громожом на одну порцию берем бекон и чуть-чуть его если он такой длинный у вас то можно чуть-чуть его укоротить вот таким вот образом нам его нужно как можно тоньше нарезать максимально тонко и ровно для этого нам понадобится большой нож длинный шкур я уже снял здесь было шкура мы обязательно убираем мы его тонко тонко нарезаем как только возможно ну естественно чтобы он не распадался где-то 80 грамм бекона на порцию вот таким вот кусочком 80 грамм а ты часто готовишь между мы я не вот этот рецепт ты сможешь дома очень быстро приготовить я тебе обещаю так бекончик мы нарезали теперь возьмем куриное филе куриное филе нам на порцию понадобится где-то 100 грамм здесь же 200 мы берем половинку половинку и режем вот такими вот кусочками получилось 4 отдавать 200 грамм довольно ну давай на двоих хорошо давай больше сделаем но на порцию хватит 100 грамм 100 грамм курицы и 80 грамм бекона мы же сейчас взяли больше куриное филе мы порезали теперь будем солить перчить добавляем перец добавляем соль есть и теперь будем заворачивать бекон и заворачиваем его вот таким вот образом видишь покажи под а вот смотри потом шикарный чик видно на тебя ничего да смотри вот таким вот образом подому кусочку до да смотри и таким вот образом его заворачиваем раз два три ну то что я говорю 4 кусочка на порт принципе ты видишь да это на это достаточно первое что нам нужно сделать это поставить жарить наши куриные кусочки потому что кускус готовится быстрее чем мясо разогреваем сковородку мы ее сильно не разогреваем чтобы бекон сразу не подгорел курица готовится дольше чем бекон и нам нужно плавно мясо внутри разогреть мы сейчас обжарим со всех сторон 3d обжаркой это называется обжарили накрываем крышкой добавляем чуть-чуть бульона или кипятка накрыли и через максимум 10 минут она вот готова обязательно и наложим открытой частью вниз чтобы она склеилась и ставим на средний небольшой огонь чтобы она не горела так 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 и накрываем крышкой крышка у меня нет крышки накрываем и ставим на медленный огонь пускай она жарится так смотрим что у нас здесь получилось я думаю что видишь уже снизу поджаривать мы переворачиваем если же вы боитесь что она вас сильно раскрывается можете заколоть шпажкой но этого не делаю накрываем крышкой дальше так пока филе у нас готовится мы пожарим овощи и будем готовить кускус болгарский перец мы будем резать все кубиком мелким кубиком на самом деле вы сюда можете использовать любые овощи которые у вас есть дома у бачок друзья кто не подписался на наш канал не ленитесь подпишитесь баклажан можно ставить баклажан но баклажан можно жарить да но изначально первым то есть я сейчас буду все вместе жарить а изначально если башь баклажан делать то баклажан ты будешь отдельно жару потому что он может горечь дать а это все очень быстро готовится если пережарить его вредит нет если не дожарить поэтому баклажан тебе нужно будет первым бросить и пожарите а потом уже все остальные овощи так разогреваем сковородку все поначем мы жарим на комас изначально жарим на растительном масле в конце когда мы уже добавим кускус мы добавим немного сливочного масла и стоевый соус так овощи мы можем уже забрасывать еще немного масла даже добра добавим чуть-чуть чесночка буквально пол зубчика обязательно на терке мне нравится на терке быстро и очень мелко самое главное чтобы они не горел видишь тебя видно лишь да и чеснок не горит овощи сильно обжаривать не нужно почему потому что мы будем еще их слегка тушить у меня есть зеленый горошек в конце я его добавляю сюда это мороженое или свежее это мороженое свежее мороженое вы можете использовать свежее смотри какая картина крутая теперь мы добавляем 80 грамм кускуса уже овощи у нас готовы взбиваем температуру добавляем кускус воды добавляем сюда 20 грамм сливочного масла ой какой аромат супер да я уже кушать я обожаю теперь нам нужно слегка обжарить пока сливочное масло растопится сюда же добавляем сразу перец и соевый соус добавляем буквально до 10 грамм соевого соуса и перемешиваем а теперь мы это все дело заливаем кипятком меч делами кипяток пожалуйста если хочешь отец скажу сейчас на сто процентов четко через весы и заливаем это дело кипятком только 265 грамм я добавил смотри это дело заливаем кипятком так чтобы покрыл и включаем чтобы она слегка закипела то есть воды да не должно быть новость это ваш много воды у тебя кускус просто будет переварен доводим до небольшого кипения и накрываем крышкой закипела накрыли крышкой отставили на 7 8 минут смотри все оно уже закипело можем чуть-чуть еще подсолить все закипело накрываем крышкой выключаем и ждем 7-8 минут теперь же смотрим на наши куриные кусочки 3d обжарка смотри все супер получается ничего значит ребят и по со всех сторон надо брать это такая вот у нас высказывание такое со всех сторон обжариваем и видишь ничего абсолютно ничего не распадает все перевернули и накрыли еще крышечку для новичков ты советуешь если им понравится это блюдо если они не смог если у них будет разваливаться бекон то поставьте это маленькие шпажки да обычную зубочистку принципе подготовим тарелочку видишь у меня ничего не подгорело оно реально крутое оно золотистое оно не распадается и я уже со всех сторон обжарил добавляем чуть-чуть кипяточку буквально 20 грамм еще и на две минутки три минутки оставляем на огне огне так наш кускус уже запарился смотри какой он получается вот здесь буквально чуть-чуть есть лишняя влага камы и убрать мы крышку открыли и чуть-чуть буквально минутку еще прогреть это влага уйдет видишь все это вла уже у поле я даже попробую супер оно готово и можно выкладывать на тарелку все кускус у нас готовый куриные кусочки у нас готовы смотри какие они не реально крутые как я сейчас буду кушать вообще супер смотри это не реально реально вкусно выглядит это не реально значит на какие запахи мы можем туда добавить все что вот он черта посоветую красить чем что у тебя есть вот лишь у меня лучок был я сейчас лучком посыплю зеленым вот так вот это дело сделаем и помидорчик у меня есть для цвета а я я я кускус с овощами и куриными кусочками готов на это блюдо вам понадобится всего лишь 15-20 минут я рекомендую его готовить на ужин приятного аппетита все шелдовая могу друзья подписываемся на наш канал ставим вот так вот комментируем пишите в комментариях чтобы вы хотели чтобы мы для вас приготовили подписываемся на наш телеграм-канал ссылочка в описании мы там постим всякие бэкстейдж или что там у нас там вроде этого все что не попало в основное видео вы можете увидеть там и не только пока пока